Магаданские спасатели начали готовиться к сложному зимнему сезону. В период, когда Охотское море покроется льдом, рыбаки на судах в акватории часто просят о помощи. Порой приходится эвакуировать С такой же просьбой периодически обращаются охотники, которые заблудились в тайге. Вызволять пострадавших приходится в ветреную погоду, туман и в морозы до минус 50. После тренировочных вертолетных спусков действия каждого спасателя подробно проанализируют, с недочетами поработают отдельно. Уже в ноябре у специалистов МЧС пойдут первые рабочие вылеты. На территории нового Сихоте-Алинского зоопарка в Комсомольске-на-Амуре началось строительство. Здесь поселятся коренные обитатели дальневосточной тайги. Леопарды, тигры и орланы уже в вольерах. Недавно появился еще один гималайский медвежонок Потапыч, которого в этом году подкинули в зоосад. Для него тоже будет новое жилище вместе с другими косолапами. В процессе обустройства зверей прибавится. Сюда переедут и те, кто сейчас живет в центре города. Объект планируют открыть уже весной. Золотодобывающая компания «Норд Голд» выпустила восьмисерийный художественный фильм, снятый на руднике «Гросс» в Олегминском районе Якутии. Сотрудники предприятия работали на съемочной площадке вместе с профессиональными актерами. В центре сюжета – молодой автомеханик, который приезжает на свою первую вахту в далекий северный регион. Главный герой впечатляется просторами и красотой природы, осваивается на новом месте, находит себя в профессии, обретает друзей и встречает любовь. В сценарии были использованы подлинные истории из жизни сотрудников «Гросса». Два самолета времен Второй мировой войны обнаружены в Южно-Камчатском заказнике. В регионе завершилась очередная совместная экспедиция Русского географического общества и экспедиционного центра Минобороны по исследованию мест падений американских воздушных судов во время боевых действий армии США против Японии. Поисковики обследовали бухту Вестник и озеро Витаминное. Основная цель программы, стартовавшей в 2021 году – найти и идентифицировать фрагменты самолетов, вывести найденные артефакты для экспонирования в профильных музеях. На новогодние каникулы отели «Сахалина» уже забронированы примерно на 90%, на период после январских праздников – на 70%. Такая активность туристов связана с ростом популярности горнолыжного отдыха в островном регионе. Кроме катания на лыжах, сноубордах, в зимний период туркомпании предлагают гостям катание на снегоходах по горам, подлёдную рыбалку на корюшку и краба, путешествия на замёрзшие водопады. В этом году Сахалинскую область посетили более 30 тысяч туристов. Холодно, мороз минус 20 и всё ради такой красоты. Жители Воздвиженки задались целью вырастить здоровых детей. И теперь у них с утра зарядка с чемпионом мира по кикбоксингу, затем и игры под открытым небом. Этого праздника местные дети ждали почти год. Как только подведомственная территория Минобороны перешла в ведение муниципалитета, активисты сразу занялись благоустройством дворов. Здесь появилось территориальное общественное самоуправление. Сменили обветшавшую хоккейную площадку на современную. В Приморье уже созданы 225 ТОСов. На финансирование проектов по благоустройству в этом году из краевого бюджета выделено 140 миллионов рублей. На будущий год эту цифру увеличат вдвое.